Никогда не погаснет. В преддверии Дня Победы на 17 мемориалах «Вечный огонь» в Дагестане прошли технические работы. Подробнее о всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», которую проводит группа «Газпром Межрегионгаз» в Дагестане уже много лет в материале моих коллег. Вот так происходит перенос вечного огня на временное горение в специальную лампу. Ни на секунду символ вечной памяти не гасит. После проверки герметичности запорной арматуры и очистки от мусора огонь вернут на прежнюю позицию. К слову, пламя должно быть не красным и оранжевым, как мы привыкли видеть, а от прозрачного до голубого цвета. Тогда можно считать, что техобслуживание проведено по всем нормам и правилам. Она со временем накапливается накид на газогаретах. Раз в полгода нужно провести техническое обслуживание, чтобы горелки горели нормально с одним пламем. Но сейчас после проведения технического обслуживания так и будет, будет гореть с одним пламем. Техобслуживание газового оборудования на мемориалах, по словам специалистов, работа не такая легкая, как кажется на первый взгляд. Процедура может занимать у бригады от трех до шести часов. Здесь необходимо демонтировать самую звезду, отнести, то есть отодвинуть от места горения и потом ее на место поставить. Но есть проблемы, связанные с тем, что есть мемориалы, где невозможно сделать демонтаж и при проведении технического обслуживания возникают сложности. Именно очистки от мусора и проведение продувки форсунки газового оборудования внутри звезды. Проблема в том, что большое количество мусора мы вытаскиваем и сложность в том, что очень бывает сложно в горячей звезде, где как минимум должно настыть, вытаскивать этот мусор. То есть мы туда применяем проволоки для того, чтобы могли зацепить тот или иной мусор. Но бывает сложно, что там бывают еще стеклянные бутылки, это очень сложно тоже опять-таки вытаскивать. Стоит отметить, что уже много лет группа компаний «Газпром Межрегионгаз» в Дагестане делают эту работу из благих побуждений на добровольной основе. До начала торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и в период их проведения, газовые службы также организовали постоянное дежурство бригад аварийной службы у памятников. В зоне эксплуатационной ответственности нашей компании находится 19 вечных огней, расположенных на всей территории республики. И это уже давно стало ежегодной традицией проводить такое торжественное техническое обслуживание этих огней. Этой обязанности у «Газпрома» нет. Естественно, мы это делаем все добровольно. Мы, конечно, поддерживаем, безусловно, этот праздник. Я думаю, что каждый житель республики нашей страны остается неравнодушным к этому дню, к этой вечной памяти наших предков, поскольку это коснулось каждого. Теперь отблески мемориалов осталось окрасить. Но в целом проведенные мероприятия обеспечат надежную безаварийную работу систем вечного огня, куда уже на Парад Победы 9 мая тысячи дагестанцев придут возложить цветы. С днём Победы поставляю! Я убьюсь, я убьюсь, я убьюсь, что воды никогда не знаю бы. Лориана Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала.